Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале с готовыми схемами заработка 100секретов.рф и как всегда для вас самые лучшие и необычные способы заработка, о которых вы не узнаете в открытом доступе. В этом видео я расскажу вам несколько секретных приемов киберскотинга, которые могут позволить заработать потрясающие суммы. И об этих технологиях не принято рассказывать, но вы узнаете о них первыми. Итак, поехали! Не секрет, что многие люди ищут в интернете легкого заработка или легких денег. Я считаю, что этого не надо стыдиться, но правда в том, что большинство способов, которые позволяют зарабатывать хорошие деньги, требуют долгого обучения. Например, для того, чтобы продавать хорошие фотографии, нужно стать отличным дизайнером, и это требует обучения. Чтобы создавать дорогие коммерческие сайты, нужно не один год обучаться. И в этом правда. Большинство интернет-профессий требует длительного вложения времени, усилий, и этот закон никак не обойти. Но есть совсем немножечко ниш, где заработок похож на лотерею, и где деньги действительно легкие. Так вот, киберспотинг, он напоминает мне лотерею, где вы покупаете билетики по 100 рублей, а выиграть можете огромную сумму, даже миллион долларов. Что это за билетики? Это покупка имен. Доменных имен, имен сайтов, имен приложений. И в этом видео мы разберем пару нестандартных приемов, которые позволят вам заработать. Но прежде чем мы перейдем к методике заработка, не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал 100секретов.рф, если вы на нем впервые. А мы начинаем. Чуть-чуть вводной информации. Почему домены так дорого продаются? Домены и имена в целом. Дело в том, что есть множество бизнесов одинаковых. В каждом регионе есть компания, которая занимается установкой кондиционеров. В каждом регионе, в каждом городе, в каждом маленьком поселке есть компания, магазин, большая фирма, которая продает цветы. И по России таких компаний тысячи. Но домен кондиционеры РФ1, домен цветы РФ1, домен шина РФ1. И за него большая конкуренция. Поэтому такие домены продаются за десятки тысяч долларов. Здесь важно быть первым, купившим данный домен и купить свой лотерейный билет. То есть потратить 100 рублей на регистрацию домена, после этого выставить его на продажу. Вот такая вот простая бизнес-схема. И многие киберсквотеры продают домены годами, но через несколько лет находится покупатель, который осуществляет все самые смелые мечты такого интернет-предпринимателя. То есть выкупив домен за десятки тысяч долларов, человек получает хороший капитал, чтобы начать свой бизнес, закрыть кредиты или купить то, о чем он давно мечтал. Дорогой автомобиль, иномарку, дом, может быть даже частный самолет. Но, друзья, неспроста я обещал вам показать несколько уникальных технологий, непубличных технологий заработка на киберсквотинге. И сейчас я вам их покажу. Представьте первую ситуацию, у вас есть дядя, который имеет завод, завод по производству бетона. Это большое предприятие, которое стоит 10, 20, 50 миллионов рублей. Может быть вы не знаете этого дядю, может быть этот человек живет в вашем регионе. И он продает свой готовый бизнес. Время непростое, бизнес нужно продать быстрее, деньги нужно получить быстрее, но покупателя непросто найти. Так вот, допустим, я директолог, я взялся продвигать такой проект, мне пообещали 10%, потому что продажа срочная, на кону вообще возможность вывести эти деньги, продать бизнес. Сейчас мне пообещали 10%, миллион рублей за рекламу. Я, окрыленный этой идеей, захожу на самую посещаемую площадку Рунета, в самую посещаемую поисковую систему Яндекс. И заказываю там рекламу. Смотрим. Это уже личный кабинет Яндекса. Я вбиваю пару запросов. Купить бетонный завод, купить завод бетонный. Что я вижу? Запросов в месяц не так много. И объем трафика, даже если я буду работать по максимальной ставке, 100 просмотров в месяц. На той и на другой фразе. Так вот, первая фраза стоит, средний прогноз ставки 2839 рублей. Вторая фраза 417 рублей. Перемножаем на сумму. Мне нужно потратить где-то, 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 где-то 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей мне надо потратить, чтобы 200 потенциальных инвесторов или покупателей посмотрело мою рекламу. Есть ли вероятность, что из 200 человек хотя бы один заинтересуется и купит завод? Вероятность есть, но гарантии нет. То есть, можно потратить 600 тысяч на рекламу. Это продавать, допустим, не покемонов, продавать не бантики, не копеечные товары, где клики стоят копейки. Это продавать что-то дорогое, дорогие бизнесы. Соответственно, здесь и ставка очень велика. То есть, можно потратить на рекламу 600 тысяч рублей, но не продать, не купить, не заработать ничего. Это Яндекс. Теперь я ухожу на Авито. И здесь на Авито 131 объявление по бетонному заводу. То есть, здесь есть 8 миллионов, 30 миллионов рублей. То есть, здесь продают готовые бизнесы. И смотрите, если человек в регионе, который занимается бетоном, то есть, он оптом продает бетон, он бетонный король какого-то города. У него наверняка есть карманных денег, 3,5 миллиона, чтобы запустить свое производство. Вопрос в другом, что будет ли ему это производство выгодно, рентабельно, или ему проще покупать бетон у своих производителей, с кем он уже работает. Но смотрите, друзья, большое количество объявлений. На Авито есть вот такие вот заводы по 9, по 3 миллиона рублей. В общем-то, может позволить себе даже бизнесмен средней руки. Но можно купить и дорогой за 50 миллионов рублей. Как мы видели, реклама на Яндексе дала бы нам в прогнозе вообще нерешительный прогноз и никакой гарантии того, что мы бы, потратив большую сумму денег, что-то бы заработали. Да, размещать на Авито это тоже вариант. Но 130 конкурентов, то есть при наличии более выгодного предложения с Авито всегда покупатель уйдет к другому человеку. Смотрите, Авито дает неплохой трафик, то есть люди будут искать готовый бизнес, но оно дает и встречу с конкурентами. То есть человек заходит, видит ваш, допустим, завод и видит завод конкурентов, который чуть менее производительный, но стоит в 5 раз дешевле. И он уходит к конкуренту. На Авито всегда выкупают самое выгодное предложение. А что, если вам нужно продать выгодно для себя, а не для покупателя? Здесь квест. Не получится. Через Авито это сделать невозможно. Как изолировать трафик, как убрать 130 конкурентов, оставив свое единственное предложение и встать лицом к лицу с потенциальным покупателем. Применяем одну технологию киберсквотинга. Заходим на сайт доменного регистратора, находим незанятый домен, допустим, это домен Beton.rf. Регистрируем его за 100 рублей на сервисе 2domains.ru. Заливаем на сайт простую страничку с переадресацией и перенаправляем, например, на наше объявление. Лучше, конечно, чтобы оно было не на Авито, чтобы мы вообще не стояли рядом с конкурентами. Сюда лучше залить страничку конкретно лендинг по продаже завода. То есть сделать подробное описание, техдокументацию и все. Что делает производитель бетона? У человека часто возникает такая идея, а зарегистрирую-ка я свой домен. Причем многие предприниматели, которые являются по факту миллионерами, они не всегда хорошо разбираются в IT-технологиях. И многие даже не имеют своего сайта. А многие имеют, но этим сайтом занимается отдельный человек-программист. Так вот, у человека идея. А займусь-ка я сейчас продажей бетона, напечатаю визиток, ну-ка проверю, занят ли домен. Он забивает этот домен и он видит здесь предложение по покупке бетонного завода. Вот так вот вы напрямую выходите на потенциального покупателя. В очень дорогом сегменте. Почему я это говорю? Не надо в Яндекс.Директе выкупать клики по цене 2839 рублей. Клики, 90% из которых составляют клики вебмастеров, которые также в этой нише размещают объявления и борются с конкурентами. То есть там целевого трафика может и не быть. Здесь мы получаем чистую связку, находим спонтанный запрос клиента, который по какой-то причине решил зарегистрировать домен, который имеет к нам отношение, и делаем ему предложение личное. Далее, друзья, продолжаем эту тему. Мы можем брать новые слова, которые только набирают популярность, находя их через Wordstat Яндекс. Возьмем слово вейп. Не вейп, а именно вейп. За 6 месяцев 6-кратный рост. От 10 тысяч запросов до 6 тысяч. И мы можем под такой запрос зарегистрировать домен. Соответственно, когда домен набирает популярность, многие люди хотят создать сайт, многие хотят купить. Покупается домен, под него заливается страничка-прокладка с указанием цены или с вашим контактным телефоном. И вуаля, бинго, вам раздается звонок. Звонит человек, который хочет купить домен. Вы спрашиваете, а вы что хотите? Он говорит, ну вот у меня магазин вейпов. Или у нас торговая сеть по продаже вейпов. Вы понимаете уровень платежеспособности человека. Если это маленький магазинчик, то домен можно сходу продать за 5, за 10, за 50 тысяч рублей. Можно продать за 50. Предложить 50, если человек не купит, цену можно уступить. Или можно спросить, какая цена клиента. Он скажет, например, ну 10 я готов заплатить. И предложить, например, ну не вам, не нам 20. То есть можно торговаться. Второй вариант. Это выставить домен на доменный аукцион. Если вы выставляете на бирже Телдери, на другие биржи, которые продают сайты и домены, вы повышаете шанс продать свой домен. Вот так вот мы разобрали простую технологию. То есть мы находим слово. Если, допустим, слово вейп, слово без ошибки, оно имеет ровный график нападения, то сейчас почему-то в обиходе стало появляться слово вейп. То есть это слово с ошибкой, это слово синоним, но в речевом выражении оно более простое. То есть проще его говорить. Видимо, молодежь выговаривает и ищет слово вейп, поэтому можно зарегистрировать домен и ловить на нем трафик. Можно сливать этот трафик и на свой интернет-магазин, и на партнерские ссылки и товары. Таким образом, захватив домен на имя, не обязательно его сразу выставлять на продажу. Можно слить с него трафик по любой партнерской ссылке. Теперь, друзья, в вашем детстве, в вашей юности было слово селфи? Кто-то пользовался селфи? Когда оно появилось? Когда оно набрало популярность? Недавно, да, несколько лет назад. Что мы видим? Мы видим примерно стабильную посещаемость полмиллиона запросов в месяц. То есть, зарегистрировав домен селфи, мы получаем первый трафик от людей, которые так или иначе вбивают запрос. И главное, мы вбиваем в этот трафик сегмент тех людей, которые хотят купить подобный домен. То есть, это платежеспособная аудитория, которая хочет уже претендовать на долю от этого пирога, от этого трафика через доменное имя, красивое доменное имя. То есть, можно сразу такой домен, покупая, заливать под него прокладку и выставлять цену. Давайте посмотрим пример. Вот он наш домен, селфи.рф, на сервисе домен паркинг, селфи.рф, возможно, продается. И этот домен, внимание, вот такая вот форма, этот домен уже почти ваш, миллион рублей, написать письмо владельцу. Письмо информации о домене. Ну, почему письмо? Потому что, допустим, если я решил этот домен выкупить, и у меня хорошая хватка, я могу написать продавцу, привет, я готов выкупить домен, 20 тысяч рублей даю. Как бы в течение месяца, подумайте. Если человеку нужны деньги, то можно эту цену и опустить. И наверняка владельцу пишут письма, то есть, кто-то предлагает там за тысячу, за 500 рублей купить, за 5, за 15 тысяч. Все зависит от именно того, какую цену вы выберете. Сколько вы готовы ждать, какие у вас крепкие нервы, какую ставку вы готовы выдержать. То есть, вам могут, например, за этот домен предложить 100 тысяч. А может быть, следующий покупатель предложит 200. Решать вам, насколько вам нужны деньги. Но, если вы успели зарегистрировать подобный домен, вы можете его припарковать на подобный сервис, домен паркинг, и все, ваш домен будет выставлен на продажу. Кроме того, здесь есть и реклама сервиса, то есть, здесь можно рекламировать создание сайтов, создание интернет-магазинов, да много что можно. Давайте посмотрим еще один сервис. Магазин доменных имен, сайт СУ. Вот так вот он выглядит. То есть, здесь есть страничка, и сам домен имеет возраст 19 лет. Здесь есть разные домены по 33, по 100 тысяч рублей, по 200, по 300, по полмиллиона, по договорной цене. Но цены здесь более-менее адекватные. То есть, можно купить за 30, за 40 тысяч рублей. Например, объекты РФ. Для какого-то проекта будет очень интересно. Например, строительная компания может купить стройщик РФ, домен. Хотя, как-то вот, даже вот домен Турбаска РФ. Понятно, что это не Турбаза, но Турбаза могла бы стоить полмиллиона, например. А Турбаска 33. Вот. Площадки РФ. Ну, как-то вот режут они слух, конечно. Участки РФ. Уже миллион рублей. То есть, это чистый домен, который слух не режет. Хостинг сайта РФ. Договорная цена. Ярмарки РФ. 100 тысяч рублей. То есть, если вы организатор ярмара, то такой домен вам понравится. То есть, в чем здесь смысл? Человек, который загорелся идеей покупки домена, он заходит в весь магазин. И целиком сайт аккумулирует трафик с множества доменов. Получая покупателей на дорогой товар, на дорогой товар домена. Ну, ведь вероятность того, что человек, который заинтересовался покупкой домена, может купить другой, достаточно велика. На этом все, друзья. Мы разобрали две схемы нестандартного киберсквотинга. Два алгоритма. Первый. Как продать дорогой объект, как получать трафик в премиум нишах через домены. Здесь главные условия того, что вы становитесь владельцем или арендатором такого домена. Аренда – это тоже возможный вариант, потому что многие владельцы крутых доменов, они их продают за миллион рублей и будут продавать еще 10 лет. Но домен им в убыток. То есть, они каждый год платят за продление. А если вам нужно, например, выйти на целевой трафик, дорогой трафик, покупка которого в Яндексе стоила бы несколько тысяч рублей за клик, вы можете купить десяток таких доменов и взять их в аренду, платя, например, в месяц 300-500 рублей. И владелец часто на это соглашается. То есть, вы говорите, я готов, пока вы его не продали, платить по 300 рублей ежемесячно, пожизненно за этот домен. Таким образом, вы будете получать через домен 10-20 потенциальных клиентов на очень дорогой товар или услугу. Это первая тема. Вторая тема – это сливать трафик вообще в любых нишах, как мы видели, в нишах, в которых очень большой спрос, сразу выставляя домен или сетку купленных доменов на продажу. На этом, друзья, все. Спасибо за внимание. Но я разместил в приватном разделе отдельный большой видеоурок по дополнительным методам нестандартного заработка на киберскотинге. Смотрите, эти методы, в отличие от обычного киберскотинга, который требует вложения, домены-то надо покупать, выкупать, он не требует вложений. То есть, вам не нужно тратить деньги, иметь стартовый капитал, чтобы купить 10-20, ну, например, чтобы 100 доменов купить, нужно минимум 10 тысяч рублей. А потом надо продлять это каждый год. В этом случае и в этой схеме вам вложения не требуется. Мы рассмотрим пару реальных примеров того, как заниматься киберскотингом вообще с нуля без вложений. Причем объемы сделок и объемы фиксируемых имен могут быть сравнимы с киберскотером среднего или высокого уровня. То есть, у вас может быть зафиксирована не одна сотня имен. При этом вложений не требуется. Вот такая вот схема, доступ которой вы можете получить по цене чашечки кофе. Или подписаться на нашу подписку, получая доступ к самым интересным и уникальным приватным схемам заработка. Многие из которых приносят людям отличный доход. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. Если вам интересна тема киберскотинга и вы хотите узнать пару уникальных моментов, о которых не говорят публично и не рассказывают киберскотеры, переходите по ссылке под этим видео, подписывайтесь на обучающий урок и хороших вам заработков, друзья.